Чтение книги премудрости Соломана И вне верующихся могуществу Твоему, и вне признающих Тебя обличаешь дерзость, но, обладая силою, Ты судишь снисходительно и управляешь нами с великою милостью, ибо могущество Твое всегда в Твоей воле. Но такими делами Ты поучал народ Твой, что праведному должно быть человеколюбивый, и внушал Сынам Твоим благою надежду, что Ты даешь время покаянию во грехах. Слово Божие! Субтитры создавал DimaTorzok Ибо Ты, Господи, благ и милостердь и многомилостив ко всем призывающим Тебя, услышь, Господи, молитву мою, немли гласу моления моего. Все народы Тобою сотворенные придут и поклонятся перед Тобою, Господи, и прославят имя Твое, ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Тебе, жизнь моя душа, Господи, не Боже мой. Но Ты, Господи, Боже, щедри и благосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, истинный, призри на меня и помилуй меня. Субтитры создавал Дима Тебе, жизнь моя душа, Господи, не Боже мой. Субтитры создавал Дима Тебе, жизнь моя душа, Господи, не Боже мой. Субтитры создавал Дима Тебе, жизнь моя душа, Господи, не Боже мой. Субтитры создавал Дима Тебе, жизнь моя душа, Господи, не Боже мой. Субтитры создавал Дима Тебе, жизнь моя душа, Господь с вами. Субтитры создавал Дима Тебе. Субтитры создавал Дима Тебе, жизнь моя душа, Господи, не Боже мой. Субтитры создавал Дима Тебе, жизнь моя душа, Господи. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде преголи и свяжите их связки, чтобы сжечь их, и пшеницу уберите в житницу мою. Иную притчу предложил им он, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчичному, которые человек взял и посеял на поле своем, которые, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвах его». Иную притчу сказал он им, «Царство небесное подобно закваске, которую женщина взяв, положила в примере муки, доколе не вскисло все». Всесие Иисус говорил народу притчам и без притча им не говорил. «Да сбудется, реченное через пророка, который говорит, отверзу в притчах уста мои, из реку сокровенной от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народу, пошел в дом и, приступив к нему, ученики его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Севший доброе семя есть Сын человеческий, поле есть мир, доброе семя — это Сыне Царство, а плевели — Сыне Лукавого. Враг посыявший есть дьявол, жатва есть, кончина века, и жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевели и огнем сжигают, так будет при кончине века сего, пошлет Сын человеческий ангелов своих и соберут из Царства Его всесоблазни, делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет субов. Тогда праведники воссияют, как в солнце Царства Отца, и кто имеет уши слышать, да слышит Слово Господне. Словами Святого Евангелия, да смейся все наши грехи, и пусть всех нас Господь утверждает нас в вере, надежде и любви. По Иисусу Христе, возлюбленные братья и сестры, это Слово Божие сегодня приносит нам большое поучение и мудрость. Книга Премудрости, если вы внимательно слышали, описывает Бога сильного, полного терпения, который все творит, все удерживает и всех управляет. Он добрый, Он милосердный, Он прощает. Павел нам хочет сказать, хочет нас убедить, что Господь своим творением и творением помогает нам немощи и слабости, поднимает нас, подбадривает нас во всем. Духом помогает нашим слабостям, особенно просто Он нас подкрепляет силой Духа, чтобы мы молились за то, что нужно для нашего добра. Он заступается за нас, чтобы с нами не произошло самое худое, чтобы мы не пропали, чтобы мы не забыли. И когда мы падаем и забываем Бога, Он нас зовет, Он нас поднимает, подбадривает, чтобы мы шли вперед и были лучше. Сегодняшнее Евангелие продолжается именно в этом. Подобная мысль, сказанная в притчах о плевеле, который растет между пшеницей. Иисус сказал, Царство Небесное, подобно человеку, который посыял пшеницу на поле, и пока люди спали, пришел враг и посыял плевел. Нива — это поле, это мир, можно сказать, церковь, каждая душа, которая слушает сегодня Евангелие. Сиател — это Иисус Христос, добрая семья — это любовь, доброта, учение Его. И плевел — это ненависть, зло, грех, не истина, ложь. Сиател — противник, это злой дух. Его помогатели — это люди, сатаны, которые пропали, пропавший ангел. Слуги — это те, которые спрашивают, откуда это все? Господин, разве ли ты не посыял на поле своем доброе семья? Откуда это все? Братья и сестры, мы осознаем, на Божьем поле вместе с пшеницей растет и плевел, яд, и между добрыми и те, которые нехорошие, те, которые станут иногда плохими. И в каждой пшенице есть плевел, говорится в нашей мудрости, в народной мудрости. Истина, мир, добро — это Царство Божие. И в том Царстве есть и добрые, и те, которые это не есть, а должны быть. И самые святые, самые святые чувствуют всю тяжесть, все несчастье, что приносит зло человеку. И самой Церкви, и всему миру. Господь, после того всего, что Ты сделал для нас, разве ли это возможно, что есть еще люди, которые Тебя не любят, не рассчитывая на Тебя? Сказала одна душа. Написала и говорит, да, есть и те, которые устали, не имеют времени для Господа, не любят, не слушают Его Слово и даже против Ему. Все склонны спросить Господа, Господи, почему в этой пшенице есть и такие, которые есть плевелью? Иисусе, Ты говорил о святости, праведности, и где потом святые, праведные? Ты нам принес любовь, и хочешь, чтобы она завладела в каждом сердце, и хочешь, чтобы она воцарилась на земле. А мир, полный ненависти, насилия, закон силы стал единственным. Ты нам говорил, Иисус Божественный Спаситель, что мы дети Божьи, а мы живем, как бы Бога не знали. Ты сказала, что мы должны стать братьями, а мы неответственные, безответственные друг к другу. Даже в наших семьях не согласны те, которые должны любить и уважать друг друга. Ты посыял и неустанно сеешь зерно любви и истинной святости, а на Твоем поле нет много пшеницы. Иисусе, Ты пролил Свою кровь, и эту землю Ты наполнил Своей святой кровью и мученической кровью. Говорят, что каждую пятую-шестую минуту кто-то проливает кровь ради Иисуса. Иисус, Ты говоришь о чистоте тела, о крепости, силе брака, а мир больше становится Содома и Гомора. Торгуют с плотью. Откуда все это зло? В нас самих и вокруг нас. Ответ нам даешь Ты. Это делает враг. Из Божьего зерна не может вырасти ничего плохого, а посреди нас не сеет только Господин. Господь во пшеницу сеет и зло, зерна зла, греха, Божий враг, Сатана и те, которые Ему служат. Хочешь ли, чтобы мы вырвали, уничтожили, тяжело смотреть яд и видеть этот отров посреди пшеницы. Люди нетерпеливые, смотря на зло в церкви, между христианами, мы все нетерпеливые, склонные убеждать Бога, почему Он не заступается, не наказывает, почему Он входит в пшеницу, почему Он не удаляет плевел и зло. И Он говорит, давайте, пусть растет все дожатый, говорит Господь, наш Бог, Он не тот, который отомстится, Он милосердный, уважает свободу своих детей, а ожидает от нас любовь. До последней минуты ждет своих детей, тех, кто заблудился, чтобы обратились и стали пшеницей, разве ли это не место, доказательство, сколько приезжает здесь. Бог меня ждет 20-30 лет, и когда я прихожу сюда, чтобы встретить Бога, начинаю с Ним жить новую жизнь. Братья и сестры, мы должны примириться с фактом, что церковь остается всегда пшеницей, и посреди ней будут и те, которые плохие и добрые. В Святой Церкви есть много тех верующих, которые слабые, сухие, полумертвые. Господь нас терпит и ждет, когда мы станем живее, святые. В Святой Церкви не самые лучшие, не достаточно хорошие, и святые без перемен, потому что мы все представлены слабостью, искушением, и каждый день должны бороться, прости нам наши долги, как и мы прощаем должникам нашим. Братья и сестры, это большая обязанность всех нас стремиться, чтобы было чем меньше плевела и зла в нашей Церкви и в наших семьях, что его есть и его слишком много, да нам никто не мешает, что Господь позволяет кроме пшеницы расти и плевелю, и будем хорошие, будем пшеницей в человеческом роде. Итак, будем способны и готовы для хорошей пшеницы, хорошей пшеницы, будем поставлены на сторону справедливых. Он нас ждет с Матерью и с нашим Спасителем, и теми, которые это правильно понимают. Братья, это притча говорит нам о щедрости и милосердии Господина, который нам дает все, как сказано. Дождь падает на справедливых и неправедливых, и солнце при западе и восходе светит на хороших и плохих. Здесь идет речь о Божьей терпевости. Мы иногда удивляемся и спрашиваем, как Бог может терпеть столько зла, столько невинных страдает. Видит ли это Бог? Да, Он видит это очень хорошо, Ему все же известно. А не только то, что произошло сейчас и будет происходить. Он есть Бог, который не имеет конца. Он все видит сейчас. Все, что существует и будет. Мы бы хотели своя нестрепливость, сравнивать с Божьей, и хотели бы изложить плевель, которая нам не нравится. А мы должны проверять себя со всем смирением. Мы созреваем ли мы для Божьего, для Царства? Будем думать, насколько большая наша вина перед Добрым Богом, и семья наша не приносит часто плод, который Бог ожидал и хотел. Сколько раз кто-то посеял и хорошо посеял хорошие семья, а не это плода. Этот образ нам приносит Иисус, чтобы мы поняли, почему наша душа без плода и пустая внутри все разное растет, а не то, что полезно, и то, что Бог посеял и сеет. Божье Слово звучит каждое воскресенье, и здесь каждый день в Мечу Курии, братья. И Он хочет с нас сделать святых, если мы бы разрешили Божьему Слову падать на хорошую плодную почву, наше сердце иногда уставшее перестало быть мибой, плодом, не способное приносить плоды. Душа стала как явный путь, через который каждый проходит. И, конечно, семья не может расти, в нашем уме столько много отрова, и не слышим, не видим, прочитаем и не видим. И вот это этот отров, который хочет подушить все добро. Иногда я говорю, мы любим сюда приезжать, и мы воодушевимся, и коснется на что-то в сердце, и мы обещаем быть добрыми. А хватит, придет первое искушение, и мы удивляемся, мы своим непослушанием и рогательством, и нехорошими словами обижаем Бога и других. Поэтому важно, чтобы мы созревали каждый день, и не будем никогда забывать, мы не будем ответственнее Богу за то, что мы послали хорошее семя в сердце своих детей или в другие сердца. А будем Богу давать отчет, потому что оно не принесло хорошие плоды в нашей души и в нашем сердце. Поэтому будем исповедовать перед Богом, что нам нужна Его помощь, и без Него мы не можем. Современный писатель Ивен написал книгу, где описывает свой путь к Богу, и говорит, когда мне было 16, я сказал явно священнику и своими коллегами, что Бога нет. И это я настолько стал гордым, и сегодня я каюсь, а уже в своем возрасте, с релостом, я стал католиком, благодарен Богу, слушая Его Слово, Святое Писание, я дошел до того, что я вечный, и что меня обманули, и я обратился. И мы известны по всей земле своим романам, и это нам говорит о том, как он загрешил живота с девушкой Юлией, и потом через несколько месяцев Юлия оставила его, покинула, разве ли ты меня больше не любишь? Мне идет речь о любви, а все с грехом, мы живем в греху, и это тяжелый грех. Когда нас, каждый день, каждый час, каждую минуту, мы с грехом поднимаемся и идем спать, уже несколько месяцев это продолжается, я не могу это выдержать, я чувствую в сердце голос, который мне говорит, не могу и нельзя так жить, и почему-то, и что ты хочешь? Я осознал, что я грешный, я не могу без Божьего полагать, без Божьего милосердия, и мне это надо сказать, и ты должен сделать трудно. И живи с Нем, если пресса своей жене, потому что ты перед Богом сказал, что ты ее муж, и она твоя жена, жить без благодати Божьей, это означает без Бога, без Него, который наше все, я это не хочу. Братья и сестры, она обратилась и начала жить праведную жизнь, она поступала праведно, сделала большую исповедь в жизни и начала жить по-другому. Видите, как Бог дает свою благодать, ждет и дождет тех, кто воистину хочет, братья и сестры, мы здесь свидетелями того, насколько наш Бог сильный, велик, и хочет спасать тех, кто этого хочет. Поэтому мы решимся и будем просить Господа, Господи, научи нас слушать Твою слово, научи нас быть терпеливими, молиться, чтобы мы никогда не пошли мимо того, что ты хочешь, и будем молиться за обращение всех, кому нужна обращение и кому это не нужно. Спасибо за субтитры.